Ребята, момент настал. Хочу я вам сегодня рассказать о том, что вообще значат все прошивки. Beta, Public Beta, Developer Beta, GM, которая была Golden Master, сейчас она уже является RK Release, Cadindade и Release. Все прошивки, чем они отличаются, для чего они нужны и что каждая из них с собой несет, какую задачу. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Начнем с того, чем отличается Public Beta от Developer Beta. То есть, как понимаете, публичная бета и бета для разработчиков. Для разработчиков является система, которая публикуется, но не в общем доступе. Она именно как раз для разработчиков, чтобы понять, какие есть нюансы. То есть, по автономности, в целом, по системе, чтобы все работало, сотовые данные, Bluetooth, полностью никаких мерзаний на зеленых экранах, новых iPhone и так далее. И так далее, все те баги, которые, в принципе, встречались, о которых вы слышали. Это все касается именно как раз бета. OS прошивок и это также самое как iPad OS касается и всех остальных, в принципе. То есть, беты-версии, они являются не для публичного доступа, а точно так же, в принципе, как и паблик бета. Я вообще не советую вам устанавливать эти беты-версии. То есть, как поняли, это прошивка для того, чтобы обнаружить просто какие-то косяки. В следующем обновлении это как можно максимально исправить, оставить и производительность, и автономность. Но, как мы знаем, что мы сейчас с каждой новой версией iOS релизной, мы теряем автономность, к сожалению. Мы знаем, конечно, для чего это делается, но упустим этот момент. Подходим к тому, что у нас есть, как раньше было в Golden Master GM, сейчас релиз Candidate. Это уже ближе к релизной версии, то есть, выходит RK1 релиз Candidate, поменялось только название, понимаете, суть. Вот, когда вышла RK1, может быть, уже, как обычно, в понедельник, во вторник, публикуют уже релиз. Обычно это понедельник в 8-9 часов вечера по киевскому времени. Может быть, еще релиз Candidate 2. Третья еще не была, за мое существование. А вот вторая была, как бы, то есть, обнаруживаются какие-то ошибки и, как бы, предрелиз уже у нас готов. Ну, релиз, не стоит объяснять, это уже релиз. Опять же, никогда не советую вам вообще обновляться на беты-версии, паблик беты, релиз Candidate, не имеет значения. Это все суета, зачем оно вам важно. Если вы сидите на какой-то там версии AS13.5, вообще замечательно, не переходите ни на AS14, ни на AS15. Сидите на AS14.1, сидите на ней, не переходите на AS14.7. Вы теряете автономность в любом случае. Поверьте мне, все устройства работают по-разному, даже одинаковые работают на одной и той же прошивке по-разному. Все зависит от вашего устройства, от нагруженности, кэш и так далее, и так далее. Это все, каждый по-разному использует телефон. То есть, кто-то играет, вообще там убивает в хлам, кто-то вообще просто использует чисто, как телефон позвонить. То есть, мы совершенно разные пользователи, потребление у нас точно так же разное. И разные цели. Напишите, какие у вас цели, как вы используете устройство. Вот, суть я вам донес. То есть, есть публичная бета, есть бета для разработчиков, есть уже предрелизная, это RK, релиз Candidate. Ну и сам релиз. В общем, что я вам хочу порекомендовать. Не ставьте ни беты, ни релизные новые. Это будет только сугубо убивать вашу автономность, даже может и убивать камеру. Для чего это делается? Для того, чтобы вы покупали новое устройство. Это маркетинговый ход Apple. К сожалению, но так оно и есть. Покупайте, конечно, нравится, покупайте, деньги есть, берите, кредиты не берите, берите на то, которое хватает. Вообще, выбор сугубо ваш, вам ходить с этим телефоном. И для вас, для каждого из нас, владельца, телефон будет самый лучший, как бы там ни было. Вот. Поэтому вот как-то так. Но если вы оказались в такой-то ситуации и не понимаете, как выйти с данной ситуации обновления, допустим, вы накатили какую-то бету и не приходит вам релиз, это может быть только в том случае, если вы уже накатили кандидат на релиз предрелизной версии. Тогда вам релиз не придет. Почему? Потому что он уже считается, как по факту, релиз. Вот. Поэтому устройство не может найти это обновление. Поэтому выход ситуации какой, вам нужно удалить этот бета-профиль, подключить ваш айфон к iTunes, сделать резервную копию и нажать кнопочку восстановиться. Или же обновить. И все, вы накатите этот релиз и бета-профиль уже в принципе у вас на телефоне не будет. Вот. Вот так вот все в принципе. Точно так же не забывайте то, что когда выходит релиз, то есть на предыдущей версии, вы можете откатиться еще примерно неделю, не больше. Потом Apple не подписывается, вы уже не сможете откатиться назад. Тоже точно так же имейте это в виду. Все полезные ссылки будут в описании под видео. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Также не забывайте мой канал Just Run по подсказке в описании, по ссылке в описании есть. Смотрите, тоже очень интересно, много полезного, что-то для себя найдете. Дальше больше, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok